Сегодня я хочу вас познакомить с удивительным человеком. Это связано с тем, что мне очень много задают вопросы по поводу моего хобби, то есть моего основного вида спорта, с которым я сейчас увлекаюсь с большим удовольствием, йогу в гамаках или антиграмити. Есть много различных вариантов и направлений. Так вот, у нас перед вами сейчас тот человек, который может ответить как раз на те вопросы, которые вас интересуют. Но так как вы не можете задать их в прямом эфире, я сейчас буду транслировать ваши вопросы и слушать внимательно. Я думаю, вам будет безумно интересно. Я рада всех приветствовать. Буду безумно тоже рада поделиться своей информацией, своими знаниями о йоге в воздухе, поскольку веду это направление ожидаемо давно. Есть о чем поговорить на самом деле. Много вопросов, много нюансов. Люди сомневаются часто, насколько это направление доступно ли вам, доступно ли вам официально любому человеку. И это действительно так и есть. Я надеюсь, ваши сомневые места не смогут развить. Итак, начинаю. Вопрос первый. Очень часто спрашивают, вот я не спортсмен, абсолютно какая мне йога в гамаках. Я не занимался там там за последние 45 лет, особо никаким видом спорта постоянно. Можно ли начинать, а в каком возрасте? Да, очень распространенное сомнение, очень распространен такой вопрос. На самом деле, если и начинать, чем заниматься, то гамак прекрасный инструмент, чтобы мягко войти в сферу битнеса, йоги, в сферу даже просто здорового образа жизни, поскольку гамак позволяет работать очень плавно, мягко. И, с одной стороны, за счет того, что это подвесное оборудование поможет очень быстро привести в тонус как раз основные мышцы и стабилизировать корпус. И вообще в целом способствует тому, что человек будет чувствовать себя более крепким в тонусе, чувствовать себя скоординированным и осознавать свое тело в пространстве. С другой стороны, поскольку как раз-таки эта опора подвижная и она качается, это, по сути, есть качели, то вот возврат к какому-то такому состоянию, и какому-то детскому позволить с точки зрения психологических состояний тоже стать более раскрытым, понять, что спорт это на самом деле фитнес, это не страшно, а это достаточно весело и интересно. То, что касается конкретного возраста, с какого начинать, на самом деле антигралит, йога в воздухе доступны даже детям, и занимаются буквально с грудничками, мамы вместе, гамак помогает немножко осваивать детям пространство, что уже говорится там, когда человек уже в более взрослом возрасте начинает тренироваться. В 50 лет можно начать? Да, скорее вопрос не в том, с какого времени начать, а до какого времени можно призаниматься, можно практически всегда. Естественно, если человек начинает заниматься до достаточно зрелого возраста, есть определенное ограничение, например, общая слабость мышц не позволит какие-то вещи выполнить в гамаке, но с другой стороны, именно с гамаком, который заберет на себя часть нагрузки, будет давать дополнительную опорную поддержку, мягко, без сильного воздействия на суставы можно будет подключаться к физическим упражнениям. А вот такой еще у меня вопрос, он тоже абсолютно у всех возникает. У меня даже мужчина приходит и спрашивает, что ты занимаешься, конечно, все красиво, все супер, здорово, спортсменка, а нам вообще вообще можно заниматься. Да, на самом деле мужчины почему-то всегда считают, что йога в воздухе и вообще занятия с гамаками, ну, там красиво поместить, может быть, потянуться немножечко и расслабиться, полежать еще вот тоже в гамаке. Для тех, кто интересуется физической подготовкой, какой-то силовой нагрузкой, занятия с гамаками могут стать вообще приятным открытием и сюрпризом, потому что работаем мы там над стабилизацией, над балансом, чего даже при силовых нагрузках спортсмены, дебилдеры часто не могут похвастаться, какая-то большая координация в общей скомбинированности движений. К нам ходят на тренировки достаточно такие брутальные мужчины, я могу сказать, и кто чувствует вкус, ходят прям семейными парнями, что для меня удивительно. И самое интересное, что вот именно часть потянуться в гамаке, на самом деле, дается мужчинам тяжелее всего, но те, кто потихонечку, потому что через себя переступая, все-таки встает на этот путь и начинает тренироваться, зато потом очень быстро прогрессирует, поскольку для общей нашей уверенности, скажем так, жизни и ощущения себя в своем теле, недостаточно того, что мышцы будут только сильными, они должны уметь также вытягиваться, то и быстро, и только сокращаться, и вытягиваться. Улучшается в целом общее ощущение себя и активное качество жизни, поскольку жаркие мышцы, особенно у тех, ущереков, то есть они много занимаются своими наркозиками, в итоге создает это ощущение, что они директорные, как роботы, как железный человек, они не могут полноценно всю амплитуду движения совершать. Несколько занятий на гамаках, я осознаю, насколько свободнее они себя чувствуют, раскрывается, предлагает какой-нибудь более подвижный шаг. Но требуется ужас, чтобы прийти и попробовать. Да, я смотрю, да, они начинают заниматься, и некоторые вещи у них получаются даже значительно лучше, чем у нас у женщин. Да, не сразу, они скрипят, крикят, но, собственно, делают. И я так понимаю, что в любом возрасте можно, или не в любом? А так вот растяется, без запаса. Тянуться имеет свой 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 в любом возрасте, в любом случае, потому что, когда мы мышцы не тягиваем, мы позволяем суставам отводить подвижный. Другой вопрос в том, что нужно осознавать границы пределов. Растяшка в любом случае всегда должна быть в любом. И то, как мы работаем с гамаками, когда тяга, все мы одновременно заставляем мышцы, мы при этом заряжаем вес. То есть мы не даем ей уйти за пределы того, что она может сама по себе сделать. Мы предотвращаем тем самым травм. Плюс, учитывая, что это одновременно и нагрузка на вытяжение, и силовая нагрузка, они в любом случае всегда связаны. Не бывает такого, что что-то тянет, и когда тянет одну мышцу, мы в любом случае напрягаем другую мышцу оттегорис. Мы тем самым комплексно развиваем все тело. Вот для себя я, допустим, отметила, что некоторые направления йоги, я же попробовала разные направления, они сложнее даются, чем йога в гамаках, потому что гамак является какой-то дополнительной такой поддержкой, которая снимает определенную нагрузку, которую мы ощущаем, стоя на полу, держа какой-то инструмент. Я могу уже поднимать, отжиматься на гамаке, чего раньше мне было сделать очень сложно. И есть еще такой момент. Гамаки разные. И вот какому гамаку нужно отдавать предпочтение, занятия, да, там, шелковому гамаку или хлопковому. Если кто не знает, это абсолютно два разных инструмента. Вот как здесь сейчас, здесь сидит хлопковый гамак, который практически не тянется, там, с ручками и со всем остальным. И шелковый, в котором можно провалиться, прогнуться, но и, кстати, заниматься сложнее. Но более красиво. Есть какая-то разница в самом управлении? Да, разница, конечно, есть. И она еще даже берет начало истории того, как создавалось направление йоги в воздухе. Вот интеграция, одно из названий, которые вы упоминали сегодня. Направление интеграция с шелковым гамаком, из-за бюро Кристофер Хайсон. Это авторская спецентрованная методика. И это другой набор упражнений. Йога в воздухе, это работа с хлопковым гамаком, с ручками. Опять же, другой набор позиций немного. Какие-то вещи нам похожи, принципы взаимодействия похожи. Но отличие действительно в том, что более плотная хлопковая ткань, наличие дополнительных ручек, ракопоры, позволяют, вот со всеми, которые ручки не занимались, вступить в практику проще. Ракопора более стабильная, дома меньше где-то удалит на тело, есть многие ручки, за которыми можно держаться. И, в общем, в целом, потихонечку, постепенно, увеличивая силу хвата, научившись уже освоить гамак, хлопковых в каких-то положениях, проще перейти на работу с шелковым гамаком. Но, опять же, в зависимости от этого человека, кто-то может спокойно начать заниматься сразу на шелковых гамаках. Это было очень тяжело, я вспоминаю шелк, потому что он впиваются в тело, и это действительно было сложно. Но потом некоторые вещи, которые можно делать шелком, их невозможно сделать в холм. Так и нестанно, нам было положение действительно разное. Ну, ввиду того, что я все-таки врачистил на пол, и беспокоил, прежде всего, чаще всего, у нас спина, это шейный отдел и поясница. И как раз в момент с шелковым гамаком я отметила, что через 8 месяцев занятий я вообще забыла, что такое проблема со спиной. То есть я даже тебе позволяю время от времени перегрузки в работе, но я перестала чувствовать вот эту вот усталость, то есть придавленность извне. И вот этот момент, тех, кто нас сейчас слушает, я бы все-таки хотела акцентировать на этом внимание. Это первое. А второй момент, вот я бы хотела поинтересоваться и у тебя. Существует ли какой-то вот такой вот комплекс упражнений, которые, не знаю, там, доктор может выполнять самостоятельно, повесить в двух гамак? Или лучше все-таки ходить на тренировки, на групповые занятия? Да, начнем тогда по поводу первого пункта, насчет того, почему так хорошо становиться спине после занятий в юго-воздухе. Конечно, благодарим его за это самую главную, самую основную позицию, полный переворотик из головы, где как веселый переворот, как его называют в артигрейте, и положительный летучий нож, как мы его называем в юго-воздухе. Благодаря тому, что мы повисаем вертикально, полностью разворачивая на 180 градусов корпус, и без какого-либо давления на позвоночник, без какого-либо напряжения в теле, когда мы действительно можем расслабиться, нас не стоит между позвонками потихонечку увеличивается, отсюда и это прекрасное ощущение того, что освобождение какое-то возникло. Улучшается ощущение, во-первых, в основном в позвоночнике, вот это вытяжение, которое сохраняется, потому что мышцы даже на уровне мышечной памяти запоминают. И дальше уже какие-то более неосознанные позиции в БТУ все равно возвращаются к этому вытяжению. Во-вторых, от того, как немножечко уменьшается давление на дневные крышки, если где-то вдруг они были, было это давление, улучшается потом питание вообще всех тканей, улучшается питание внутренних органов. Все это, естественно, способствует тому, чтобы человек чувствовал себя лучше. Но если обратить внимание на то, как выстраиваться в целом занятии, после вот этого расслабленного положения, когда действительно дали мышцам отдохнуть, мы всегда не закрепляем его в состоянии. То ли мы добавляем какое-либо дополнительное натяжение в позиции в прямой угол, или мы делаем какой-то дополнительный силовой вариант, кто в стойке в руках, который опять-таки с гамаком может сделать практически любой. Так вот в момент безопасности человек способен дома задать вас? Конечно, если человек, который начинает заниматься, нужно, чтобы это был под контролем. Мне кажется, только после какого-то длительного периода, когда выстроена уже практика, имеет смысл вообще иметь возможность тогда у человека переходить на занятия в состоянии. потому что не видя себя, особо на перерывном положении, очень тяжело отследить, а действительно ли мы ставим правильный корпус, действительно ли мы подсобрали мышцы живота или перегрузили свою поясницу, когда мы выталкиваем себя в стойку. Это все, конечно, может видеть только человек со стороны, лучше, если это будет инструктор. Более того, нужно понимать особенности каждого конкретного человека, то есть кому-то с вибриллой дозой нужно наоборот поясницу вытягивать, и мы будем это учитывать. Я понимаю, о ком ты говоришь, наоборот с сильной подвижностью поясничного отдела, ему необходимо укрепление, и мы тоже будем предлагать тогда человеку какой-то немножко другой либо вариант положения, либо вариацию одного и того же положения. Всегда можно что-то изменять. Сам человек чаще всего про себя это не знает и даже не сможет в полной мере прочувствовать. Когда появляется тон этой бумаги своего тела, особенность, когда закрытыми глазами человек может чувствовать прямую спину, и она осталась с прогибом, можно переходить к самостоятельно. Кстати, вот на предмет полной осознанности своего тела, это прям вообще очень правильные слова, на которые, ну, когда человеку задаешь вопрос, вы это чувствуете? И сейчас, с учетом того, что мне уже на данный момент 36 лет, я понимаю, что только сейчас я начала себя чувствовать, ощущать в пространстве. И я понимаю, когда у меня там где-то зажата какая-то мышца, когда я скривилась, там, сутулилась, я себе тесты провожу, и в этот момент могу выпрямиться, что мне очень сильно помогает сейчас, даже в прочтении лекции. Спасибо большое за это оденье. И такой еще вопрос, на предмет безопасности все-таки есть какие-то вот такие жесткие ограничения, когда, ну, при каких обстоятельствах, там, санитация на возраст, на основное заболевание, которое есть у человека, он не может заниматься его в бумагах? Да, здесь скорее можно выделить такие ограничения противопоказания конкретным позициям. Прежде всего, это, конечно, именно приемлемое положение, но основное ограничение. Прежде всего, чтобы осознать, вообще, с чем эти ограничения вызваны и связаны, из-за того, что человек оказался в приемлемом положении, прилив крови очень сильно ускоряетесь в голове. Продолжение при любых проблемах с сердцевыми и сосудами, особенно при повышенном давлении, совершенно исключаемые вопросы. А есть какие-то цифры? Можно, нельзя? Или мы ориентируемся только на медицину, когда человеку говорят, у вас, да, у вас нормальное давление? Или вот человек находится под контролем лекарственных средств, которые стабилизируют и контролируют его давление? Ну, в любом случае, мы понимаем, что нормальное давление – это 120 на 80, или все, что выше, это, в любом случае, повышенное. И, как правило, если у человека есть диагноз гипертония, ну, или гипотония, тоже это противопоказание, например, в эту позицию, человек об этом знает. Если он даже понимает, какие-нибудь лекарственные препараты, в любом случае, превороты слишком сильно воздействуют у сосудов головного мозга. Мы всегда в каждом положении находим какой-то баланс между пользой, которую он на плюсе, и риской, которую мы при этом имеем. И мы лучше будем диагировать либо другими способами, но не тропируем при этом головной мозг. Соответственно, опять же, факты суты и анангези – это тоже противопоказание преворотных позиций. Ну, то есть, по сути, перевороты только являются… Так, это самое главное. Проблемы с глазами, то же остальные свечатки, и у кого-то тоже напрягают превороты в этой позиции. Временное состояние, длинности тоже есть перевороты. Это то, что касается прям строгих, однозначных ограничений. Ага, серьезные травмы, естественно, пока режим восстановления, после травм, либо операции, потому что превороты настолько мощно воздействуют на тело, из-за того, что перерыв крови в голове приходит, и мозг просто начинает ссуну, что замечательно перезапускать всю систему, на самом деле, очень мощный спец гормонов. Если человеку после операции на травму, мы тоже стараемся вот это состояние убрать, по крайней мере, минимизировать его. То, что еще касается ограничений противопоказаний, конкретно остальных позиций, у нас всегда тоже есть определенные ограничения. То есть, есть моменты из пози, где идет нагрузка на суставы, да, действительно, на листе, если человеку, какие-то травмы, мы просто можем об этом. Пять инструктор, каждый раз предупреждает, что... Но я могу сказать, что ты одна из особенных инструкторов, который дает не просто инструктаж перед каждой тренировкой, а настолько полный инструктаж, и я на самом деле очень сильно ценю, как врач. Потому что действительно важно, даже если присутствует один новичок, это вот такой вот список, если бы сегодня были у стоматолога, если бы сегодня были у косметолога, значит, вам сегодня не нужно переворачиваться. Да, это... Это да. Действительно, безопасность, прякнувшись в силу, на самом деле, это основной ритмотив всегда. То есть, как бы там ни было, выслушивая, что-то не доделая, но человек будет здоровым, будет чувствовать себя в конце занятия лучше, чем было до занятия. Это основная цель. И еще такой вопрос, я думаю, что он будет последним. Те, кто захочет прийти к тебе на тренировку, я думаю, у тебя на минуту придут к тебе. Потому что реально очень большое количество людей хочет попробовать подзаниматься на тиграйзе. Это правда. Но существуют ограничения. Я могу сказать еще раз повторить, что тренер — это очень важно. Это прям нереально важно. Человек, который у вас будет выстраивать на тренировке. И, ну, где действительно она бы сейчас не хотела. Вопрос такой вот последний. Как долго можно делать прерыв между тренировками? Или как, даже не так, как часто необходимо заниматься для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Хорошо. Хорошо. Тут тоже, конечно, все очень сильно зависит от конкретного человека. Но скажем так, если мы берем здорового человека, у которого нет больших проблем с подзвоночником, то просто для поддержания вот этого нуранного непротяжения достаточно будет одного занятия в неделю, чтобы человек мог избавляться от боли и не чувствовать его в спине. Раз на день для того, чтобы быть здоровым человеком, с здоровым позвоночником просто поддерживать, скажем так, себя в нормальной форме. При сидячей работе мы оказываемся в зоне риска, потому что всегда позвоночник сразу ощущает на себе на дисположении скованное, собранное. Опять же, зона сгибательной бедра, в состоянии без сидячей работе страдает. Тогда вариант ходить два-три раза в неделю занятия будет более оптимальным для того, чтобы человек мог компенсировать все это воздействие, которое он делает в жизни на свое тело. Но нужно учитывать, что очень много из тех вещей, которые мы прорабатываем в занятии, потом вы переносите на самом деле даже уже неосознанно действительно обычную жизнь. И, может быть, начать стоит с чуть более частых занятий, например, в три раза в неделю, но что-то внутри себя осознав и прочувствовав, что есть уже возможность, скорее, потянуться самостоятельно и перейти к более редкому варианту. Я рекомендую всегда совмещать это занятие с какими-то другими дополнительно. То, что, например, часто еще вопрос, как часто нужно тянуться для того, чтобы добиться каких-то результатов, тут у меня тоже всегда есть однозначно. Опять тянитесь каждый день на немножко, но есть более, это гораздо важнее. Занятия с гамаками, в отличие от того же фитнеса, мы все знаем, что мышц получилась слабая нагрузка, ей нужно восстановиться 24-26 часов, конечно, не дают настолько сильной нагрузки, для того, чтобы у нас действительно требовалось полное устояние, если что это не ель. Я прошу прощения, что я тебя перебиваю, это такие упражнения, где можно обойтись даже без масс... не используя массаж, то есть, где мы массируем прям всю гамаку. Когда-то больно, но... То есть, самый красивый, самый изначальный характер для тренировки, он другой, он очень комплексный, и мы работаем совсем по-немногу. Будет здесь действительно или не самый массажный макон, похожий на мне пациентный ревиз. Будут здесь и моменты, когда мы потянемся, будет момент работы со стабилизацией, будет работа со спиной, будет работа с сознанием, что тоже немаловажно, потому что все на самом деле в нашей голове, и стоит внутри себя какой-то... внутренний свой комплекс даже не отпустить, и тело тоже на это реагирует. То есть, в принципе, участие с психосоматикой тоже немножко... Ну, очень хорошо, что, конечно, ты ведешь занятия не в одном месте, потому что в нашем зале уже становится проблемой к тебе записаться. Честно. Я думаю, что вы на этом сегодня закончили. Если у вас возникнут какие-то вопросы, например, в йоге в бумагах, вы можете задать либо мне вопросы, либо написать Ирине. Я думаю, она в своем плотном, невероятно плотном графике найдет время, для того, чтобы ответить. На какие-то вопросы у нее уже есть ответы, на ее странице в Инстаграм, эту ссылку мы укажем обязательно. И я надеюсь, что сегодняшнее наше такое видео маленькое интервью было для вас полезным. И вы придете и попробуете ее буквать.